Севастополь 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 Видно, что проделана была вами такая серьезная работа. Расскажите подробнее, как все это проходило, как собирались люди. Хочется поблагодарить телеканал XTV, потому что был большой анонс данного мероприятия, именно флешмоба, в преддверии празднования Дня города. Очень много людей пришли поддержать наш данный проект, данное мероприятие. Было порядка 100 человек. Это были воспитанники танцевальной студии «Марта», это были волонтеры Победы, волонтеры волонтерского корпуса КФУ и также очень много неравнодушных граждан нашего любимого Нахимовского муниципального округа. Все пришли. Идея была такая, чтобы из людей сделать цифры. Идея осуществилась, картинка получилась очень красивая. Хочется спасибо сказать всем, что пришли и приняли участие в данном мероприятии. Сколько длились репетиции? Репетиции длились всего 30 минут. Это благодаря высококлассным профессионалам с танцевальной студии, которые за 30 минут построили уже цифры и построили звезду. Съемки прошли в течение часа. То есть с 5 до 6 мероприятие уже прошло. И мы посмотрели на картинку и поняли, что переснимать самолет, потому что получилось уже все довольно-таки хорошо и красиво. Активно принимают, да, граждане участие? Да, мы очень рады, что молодежь втягивается в наши мероприятия и в наши проекты. Очень много граждан любого возраста также приходит на наши мероприятия, которые понимают, что это фэшмоб, что нужно брать количество. Мы чем больше людей, тем лучше. И поэтому мы очень благодарны всем, кто пришел, потому что действительно делаем одно общее дело для любимого родного города. А есть еще какие-то интересные планы на будущее? Да, у нас, кстати, также с 7 по 10 июня была акция «Ребенок на дороге». Это раздача светоотражающих ленточек в преддверии длительных школьных летних каникул. Вот. Было предложено продлить эту акцию до завтрашнего дня. Вот. Поэтому всю эту акцию, начиная с 13 по, получая, до завтрашнего дня, мы ее будем продлевать. И, возможно, будет еще также продление этой акции до 15. Пошло очень большое количество людей, которые хотят получить светоотражающие ленты. Вот. И я надеюсь, что эта акция у нас продлится и все желающие получат светоотражающие ленточки. А что-то более масштабное вы готовите? Да. С 15 мая у нас стартовал конкурс «Молодой репортер». Это конкурс о видеороликах, направленных на культурную, историческую, туристическую направленность нашего муниципального округа. Вот. Уже есть первые работы. Положение о проведении конкурса находится на сайте, на химсовет.ру. Вот. Уже есть первые работы. Авторы уже приносят, потому что главный приз – очень хороший планшет, очень привлекательный и модный гаджет. И поэтому хочется обратиться ко всем участникам, чтобы читали все-таки до конца положение проведения данного мероприятия. Потому что не до конца читают и приносят то разрешение, не то, то не соответствует тематике. А какие условия вообще для участия? Условия любые. Это может быть гражданин любого региона нашей страны, но гражданин Российской Федерации. Видеоролик до двух с половиной, до трех минут. Он должен себе содержать туристическую, культурную, историческую направленность, как я уже говорил. Также желательно, чтобы это была аэросъемка, видеосъемка с воздуха, потому что сейчас съемка с квадрокоптера становится все более и более популярной и модной. Вот. И чтобы была какая-то концепция. Также, чтобы были иностранные титры, потому что есть туристы, которые не знают русского языка. Вот. А наш район очень богат и на культурные, и на исторические памятники. И как бы мы надеемся, что действительно этим мы можем притягивать к себе в район туристов. Так вообще возникла идея сделать такой конкурс «Я репортер». Почему именно так? На самом деле мы... Сначала мы думали, что необходимо сделать какую-то визитную карточку про наш район, видеовизитку. Но очень было столько мнений, то есть собрались с коллегами и понимали, что действительно мнений очень много. И потом решили, что лучше провести видеоконкурс, конкурс на лучшее видео в нашем районе. И профессиональное жюри уже будет оценивать, соответствует ли данный видеоролик, данный отснятый материал нашему положению, нашей концепции проведения конкурса. До 20 августа на Горького-3 мы принимаем все данные работы. Любой желающий может, повторяю, принять участие. Поэтому очень надеемся, что и жители Севастополя, и жители, может быть, других регионов России, потому что мы уже отправили афиши и по всем регионам раскидали, по нашим коллегам, которые тоже занимаются молодежью политикой в регионах. Надеемся, что получится. И будем ждать, что действительно видео будет какое-то масштабное, красивое и эффектное. Как вы считаете, за последнее время возрос интерес к молодежи вот таким вот акциям? Стало им интереснее? Я думаю, что да. Мы очень рады, что молодежь Нахимовского муниципального округа, у них очень хорошая и активная жизненная позиция. Они участвуют во многих наших мероприятиях, которые мы проводим. Будто вот флешмоб ко дню рождения города. 9 мая мы делали флешмоб «Спасибо за победу» в преддверии празднования Дня Великой Победы. На северной стороне, на корабельной стороне нашего муниципального округа проходит очень много мероприятий. И молодежная организация, общественное объединение, спортивные федерации, спортивные школы – все принимают участие в наших акциях. И нам действительно очень приятно, что мы находим, мы заставляем людей, просим людей, чтобы они приходили на наши мероприятия, и они от этого получают большое удовольствие. А что еще ждет? Я знаю, что у вас еще что-то подготовлено. Да, 3 июля на северной стороне у нас будет проводиться очередной арт-пикник. На этот раз он будет уже мега зрелищный и мега красивый, чем прошлый, потому что мы планируем, что придет очень большое количество людей, будет еще больше активности, потому что мы сейчас прорабатываем вопросы с партнерами, которые придут к нам на площадку. Вот, надеемся, что данное мероприятие будет прям посещено, огромное количество людей посетит наше мероприятие, и может быть, кто-то из известных и почетных гостей даже к нам придет. Поэтому сейчас все это проговаривается, решается. Вот, будет очень много площадок интересных. А каких подробнее можете про них рассказать? Ну, будет детская зона, будет спортивная площадка, будет зона бесед, где любой может какие-то беседы проводить. Будет что-то наподобие библиотеки под открытым небом, фримаркет, то есть любой желающий может принести книгу и обменять. Будет выставка продажа подделок ручной работы, это город мастеров. Будут различные там ходьба детей по канатам, также будет просто площадка возле главной сцены, где любой желающий может просто посмотреть какой-либо концерт с выступлением лучших творческих коллективов нашего города. Поэтому любой желающий, который придет, он найдет себе дело по душе, и я думаю, что все будут счастливы, и все будут радостно, что пришли на наши мероприятия. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Спасибо вам большое, что пришли, рассказали про такие интересные мероприятия. Напомним, у нас в гостях был главный специалист отдела культуры, молодежи и спорта местной администрации Нахимовского муниципального округа Рамиль Шавальев. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин